Американская система выборов В 2008-м там победил Джон Маккейн, в 2012-м Мит Ромни. Оба стали кандидатами от республиканцев. То есть победа Дональда Трампа в Нью-Гэмпшире может стать показательной. А вот проигрыш Хиллари Клинтон еще ни о чем не говорит, считают политтехнологи. Опросы по стране показывают, что ее рейтинг гораздо выше, чем у Берни Сандерса. Впрочем, пожилой социалист еще может удивить экспертов. Так, стоит ли отдавать голос на выборах приверженцу социалистических идей? Как по-вашему? Я не питаю особого уважения ни к одному из кандидатов. Во мне разницы нет. Социалист или капиталист, все будут идти по протаренной дорожке. Но да, я бы проголосовал за социалиста. Это возможно, но в этой стране не существует социализма. Я думаю, что нет, потому что я думаю, у меня другая идеология. Их идеология это не то, что подходит для ситуации в Израиле, сегодняшней ситуации в Израиле. Я не вижу проблемы, если главой государства будет социалист. Но мне кажется, сегодня нам это не подходит. Нужен кто-то, кто разбирается в вопросах безопасности. У нас война каждый день. Думаю, социалист сейчас не самый подходящий вариант. За президента, социалиста я бы не проголосовала, потому что у них плохая философия. Хотя Яценюк был когда-то, между прочим, социалистом. Он был в партии этого Мороза. Потому что у них идеология такая, знаете, хлипкая довольно. Равенство, братство. Вот это равенство братства и довело страну до ужаса. Социалиста не в настоящее время. Потому что нам нужны экономические перемены. Должен быть базис для социальных реформ. Но, если не будет экономического основания, то социальный президент или премьер не смогут выполнить своих обязательств. Все зависит от того, какой человек. Если человек хороший и специалист в своем деле, почему бы нет? Для нас кто? Кто что делает? Что, песни 160 лари? Можно на это жить? По-моему, нет. Ну, я вырос, да, при социализме. Я не жаловался тогда. Советская еще. Союз был. Все было для детей бесплатно, конечно. Разница есть большая. Я не очень хорошо понимаю политику, чтобы ответить. Но мне не нравятся эти социалистские идеи. Мне кажется, что за социалиста самое время проголосовывать. Ну, потому что, в общем-то, у нас внешняя политика, я бы сказал, на пять, а внутренняя на троечку. При социализме было гораздо лучше ученым. А сейчас, вон, расформировывают институты, академию всю расформировывают. Как-то все идет не на улучшение работы ученых, а наоборот. Вот. Политика Путина и правительства по отношению к науке не совсем правильная. Это точка зрения докторного.